Ну а вообще, программа переселения из аварийного и ветхого жилья работает в Оренбурге уже 4 года. И, видимо, как и любое начинание, не лишено изъянов, которые, кстати, нередко приводят к настоящим скандалам. Начать стоит, пожалуй, с цифр, и они выглядят действительно впечатляющим. За 4 года работы программы расселения ветхого и аварийного жилья в Оренбургской области смогли расселить 800 развалюх. То есть 13 тысяч человек переехали в новое жилье. Стоимость такого масштабного переселения превысила 5,5 миллиардов рублей. Казалось бы, остается только радоваться, а вот и нет. Проблемы несогласных сопровождают любую программу переселения не только в Оренбурге, но и по всей стране. И причин, как правило, несколько. Первое – потенциальных переселенцев не устраивает новое жилье, его качество, либо предполагаемый район. Второе – при определении статуса «аварийный» действительно случаются ошибки. Ну и третье – подчас аварийными признаются не самые худшие дома, а здания, находящиеся в престижных районах. Вокруг таких случаев даже разгорались глобальные скандалы. С первым пунктом все понятно. Чиновники по всей стране и не скрывают. Подходящие варианты новостроек, как правило, оказываются в новых спальных районах городов. И с каждым потенциальным новоселом приходится договариваться, подбирать подходящие варианты и прочее. Тут очень характерен пример московской реновации. Вроде бы вполне благой проект по сносу хрущевок, переселению жильцов и строительству новых районов многие москвичи восприняли в штыки. Весной прошлого года в столице проходили митинги против расселения уютных и обжитых кварталов, которые собирали от 8 до 22 тысяч протестующих за раз. С ошибками дело обстоит сложнее. Например, в Оренбурге областное министерство культуры после обращения жителей вмешалось в судьбу нескольких зданий, имеющих историческую ценность. То есть дома на Кирово, Комсомольской, Коммунальном, Диспансерном готовили к расселению и сносу, а после вмешательства вдруг оказалось, что при должном ремонте они вполне себе могут постоять. Еще несколько домов исключили из списков после повторной экспертизы, инициированной жильцами. Например, купеческий дом на малоторговом переулке. Ну и, собственно, к скандалам самый громкий был, пожалуй, в Уфе. Там чиновников заподозрили в хищении по программе расселения ветхого жилья почти миллиарда рублей. По версии исследователей, получалось, что районы, которые уже отдали застройщикам, городские власти попытались расчистить от старых домов и жильцов как раз на деньги федеральной программы. Но тут от выводов, пожалуй, лучше воздержаться, по крайней мере, до решения суда.